Доброе утро с новостями на канале ОТС Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете, куда могут обратиться медики по вопросам о стимулирующих выплатах, почему хотят ограничить экспорт из России и как помогают учиться детям с нарушением слуха. Горячая линия по вопросам стимулирующих выплат медикам продолжает работать в Новосибирской области. Региональные власти готовы детально разобраться в каждом случае, когда человек остался недоволен той суммой, которую ему начислено. Для этого необходимо, чтобы граждане обратились в Минздрав и предоставили сведения о своей работе, дающей им право на компенсацию за работу с пациентами с коронавирусом. Номер телефона «Горячая линия» указан на вашем экране. С нормативной информацией о стимулирующих выплатах можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения Новосибирской области. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ограничить экспорт сырьевых ресурсов из России. Напомню ранее, президент дал поручение запретить с 2022 года вывоз из страны необработанной и грубой древесины. Миронов считает, что такие же меры нужно вводить и в отношении других видов сырья – нефти, металлической руды, заготовок для минеральных удобрений, а также рыбы и морепродуктов. По мнению лидера «Справедливая Россия», такие запреты помогут развитию перерабатывающей промышленности. По аналогии с древесиной. Миронов заявил, цитируем, криминализация лесной отрасли достигла чудовищных масштабов. Вопрос запрета на экспорт леса давно назрел и перезрел. Мы предлагали соответствующий законопроект еще в прошлом году, однако профильный комитет неоднократно откладывал его в долгий ящик. Поэтому мы безусловно рады, что президент поддержал эту идею, дал ей новый импульс. Конец цитаты. Жить полноценной жизнью можно даже не имея слуха. Педагоги Куйбышевской коррекционной школы-интерната помогают детям с ограниченными возможностями здоровья разбудить слух и не бояться окружающего мира. Марина Родичева в школу глухих пришла после обычной общеобразовательной почти 30 лет назад. Начинать было трудно. Класс мне сразу дали глухих, абсолютно глухих. Но в то время тогда и школа была глухих детей. Поэтому я пришла и не умела с ними общаться, скажем так. И они меня вначале не понимали. Поэтому нужно было разрабатывать свой артикуляционный аппарат, нужно было научиться дактилировать правильно и любить этих детей. Сегодня в арсенале педагогов коррекционной школы разные способы коммуникации. Устная, письменная, жестовая речь, дактилология, звукоусиливающая аппаратура. Но ею с недавнего времени пользуются все реже. Все воспитанники школы бинурально протезированы, то есть носят два слуховых аппарата. Это помогает максимально развить умение слышать, воспринимать речь, а главное научиться говорить. Марина Лопотова учитель-дефектолог. От ее работы во многом зависит успешность обучения и дальнейшей социализации воспитанников коррекционной школы. Дети-то приходят, они вообще у нас не говорят. Вот я имею в виду дети, которые с нарушением слуха, они приходят. В основном они вообще не говорят. То есть у них даже, может быть, голоса даже не бывает. И вот мы вот начинаем с нуля, вот голос вызываем, звуки ставим. И, конечно, это приятно, когда уже даже какие-то звуки у ребенка появились. Не говоря уже, конечно, когда слова уже появляются, какие-то фразы. Это очень радует. Не случайно на обучении именно в Куйбышевскую коррекционную школу-интернат мечтают попасть семьи из соседнего Омска и даже Казахстана. Результаты работы педагогического коллектива говорят сами за себя. В прошлом году учебном или в этом календарном весной, когда мы выпустили группу из детского садика детей с нарушениями речи, у нас их было порядка 11 человек. Только два ребенка вернулись к нам, им поменяли программу как задержка развития. А все, у кого были нарушения речи, они ушли в общеобразовательные школы. То есть им поставили речь, все, и они стали осваивать программу. Вот это достижение. Это результат сплоченной работы всему коллективу. Сегодня в коррекционной школе-интернате обучаются больше двух суд детей с ограниченными возможностями здоровья. И это не только нарушение слуха или речи. Каждый день шаг за шагом под руководством своих наставников ребята стараются развиваться. Знаете, я хочу их видеть, во-первых, образованными, воспитанными. И чтобы, знаете, они не знали вот таких ограничений, дети с ограниченными возможностями, чтобы они не знали ограничений, что они дети с нарушением слуха. Чтобы они были такими же детьми в повседневной жизни, как и все остальные слышащие дети. Они учатся в институте социальной технологии, реабилитации, становятся востребованными специалистами, находят работу, создают семьи. Не забывая пригласить на свадьбу тех, кто смог научить их жить обычной жизнью. Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев, Новости ОТС. И к этой минуте у меня все новости. Подписывайтесь на наш канал и смотрите сюжеты в социальной сети Instagram OTS, нижнее подчеркивание ТВ. Для вас работал Александр Журбин. Всем удачи и до встречи. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Доброе утро. С новостями на канале ОТС Александр Журбин в этом выпуске вы узнаете, о чем предупредили водители региона, когда в стране стартует программа кэшбэка за путешествия и какой акции присоединились областные пенсионеры. Водителям Новосибирской области во избежание дорожно-транспортных происшествий советуют сменить летние покрышки на зимние. Такую рекомендацию дала Госавтоинспекция в связи с понижением температуры воздуха и возможным выпадением осадков в виде снега на этой неделе. Автомобилистам также напомнили, что в условиях гололеда необходимо соблюдать дистанцию между машинами, а также не нарушать скоростной режим. По прогнозу синоптиков, до воскресенья в Новосибирске температура воздуха днем будет подниматься не выше плюс 5 градусов. Ночью столбик термометра местами опустится до минус 3. В России в середине октября стартует второй этап туристического кэшбэка. Вернуть можно будет до 20 тысяч рублей. Теперь отсутствуют требования по минимальной стоимости путевки или проживания. Поехать можно в любую точку страны. Планировать путешествие по акции можно до 10 января. В программу специально включили долгие новогодние праздничные дни. Поездка должна быть обязательно оплачена картой МИР. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ограничить экспорт сырьевых ресурсов из России. Напомню ранее, президент дал поручение запретить с 2022 года вывоз из страны необработанной и грубой древесины. Миронов считает, что такие же меры нужно вводить и в отношении других видов сырья. Нефти, металлической руды, заготовок для минеральных удобрений, а также рыбы и морепродуктов. По мнению лидера «Справедливая Россия», такие запреты помогут развитию перерабатывающей промышленности. По аналогии с древесиной. Миронов заявил, цитируем, «Криминализация лесной отрасли достигла чудовищных масштабов. Вопрос запрета на экспорт леса давно назрел и перезрел. Мы предлагали соответствующий законопроект еще в прошлом году. Однако профильный комитет неоднократно откладывал его в долгий ящик. Поэтому мы, безусловно, рады, что президент поддержал эту идею, дал ей новый импульс». Конец цитаты. Сдвинские пенсионеры присоединились к всероссийской акции «Шаги здоровья». За полчаса они преодолели дистанцию в полтора километра. Подробности у моих коллег. У Дома культуры, места старта, больше 30 человек, готовых пройти несложные испытания на выносливость пешком от площади до стадиона. «Погода вообще отличная. Для такого мероприятия дождя нет, ни снега, ничего, ни жарко и ни холодно. Люди все равно уже, может быть, еще засиделись и хочется общения. А такое расстояние, ну я не думаю, что это большое расстояние». Но прежде медосмотр. У каждого участника проверяют температуру и измеряют давление. «На их возраст давление, в принципе, у всех нормальное. Все готовы к небольшой физической нагрузке. Шаги полезны. В этом возрасте людям очень полезно ходить». «Участники акции готовы?» «Готовы!» После короткого инструктажа группа в сопровождении волонтеров и сотрудников полиции отправляется к стадиону по улицам села. «И айцу у вас, айно гранишь, ахать уши, вери, дай привет». Прогулка под песню, да в хорошей компании, сказалась на состоянии участников положительно. «Осеннее, бодрое настроение, веселое. Отличное настроение, все прекрасно, чувствуем себя отлично». «Это не предел для нас. Мы группа здоровья здесь. Моя группа здоровья вся в сборе. Мы можем и еще столько. Позитив? Вот так. Здорово все. Мы рады, что нас собрали». «Шаги здоровья» – это первое массовое спортивное мероприятие в Сдвинске после долгого перерыва. «Нас коронавирус подсек, потому что у нас все эти спортивные комплексы, все закрыты были. И людям трудно где-то проводить эти мероприятия. Поэтому сегодняшнее мероприятие, где мы встретились, опять собрались в общей компании, радует, потому что тяжело человеку одному. Человек – социальное существо. Посчитали. Каждый участник акции сделал около 4 тысяч шагов навстречу своему здоровью. Ксения Петренко, Галина Распопина, Сергей Шевченко. Новости ОТС. И к этой минуте у меня все новости. Подписывайтесь на наш канал и смотрите сюжеты в социальной сети Instagram. ОТС нижнее подчеркивание ТВ. Для вас работал Александр Журбин. Всем удачи и до встречи. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Доброе утро. С новостями на канале ОТС Александр Журбин в этом выпуске вы узнаете, какие выплаты получили учителя, почему в стране хотят ограничить экспорт природных ресурсов и какую помощь могут оказать матерям с детьми жители нашего региона. Учителя в Новосибирской области получили премии. Денежное вознаграждение с федерального бюджета перечислили более 16 тысячам классных руководителей. Речь идет о сумме в 5 тысяч рублей. Финансово поощрять учителей ежемесячно поручил с начала сентября президент страны. Выплата осуществляется за каждый класс, независимо от количества обучающихся. При этом допускается не более двух вознаграждений одному педагогическому работнику. На эти цели Новосибирской области в текущем году из федерального бюджета предусмотрено 546,5 миллионов рублей. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ограничить экспорт сырьевых ресурсов из России. Напомню, ранее президент дал поручение запретить с 2022 года вывоз из страны необработанной и грубой древесины. Миронов считает, что такие же меры нужно вводить в отношении других видов сырья. Нефти, металлической руды, заготовок для минеральных удобрений, а также рыбы и морепродуктов. По мнению лидера «Справедливая Россия», такие запреты помогут развитию перерабатывающей промышленности. По аналогии с древесиной. Миронов заявил, цитируем, «Криминализация лесной отрасли достигла чудовищных масштабов. Вопрос запрета на экспорт леса давно назрел и перезрел. Мы предлагали соответствующий законопроект еще в прошлом году, однако профильный комитет неоднократно откладывал его в долгий ящик. Поэтому мы, безусловно, рады, что президент поддержал эту идею, дал ей новый импульс». Конец цитаты. Центру реабилитации матерей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, необходима помощь. Женщинам с детьми нужны теплые вещи, коляски и продукты питания. С подробностями Екатерина Стывко. «Просят однажды старик, испеки мне старуха Колобок. Да из чего печь-то? Муки нет». Надежда Калмыкова недавно и сама оказалась в ситуации, когда нечего есть и негде жить. Женщина в одиночку воспитывает двух малышей, рассказывает, раньше подрабатывала надобной швеей. На съем жилья и продукты хватало, но из-за пандемии заказы кончились. «Хазева никто не входит в положение. Ну и попросили нас, конечно, за несколько дней до того, как нас попросили, у меня еще случилось так, что ногу сломало себе. То есть выставили, даже не остановила сломанная нога». Надежда обратилась в центр реабилитации. Ей предоставили кров, трехразовое питание, помогают в уходе за детьми и поиске стабильной работы. Вместе с ней здесь живут еще пять женщин. История каждой – личная трагедия. Рита Кельмагер приехала к отцу семейства из Норильска еще в июне, но свидание так и не состоялось. «Выходим с аэропорта Толмачева, нету его. Я звоню, трубку не берет. Сутки я ему вот так вот звонила, звонила. И что делать?» Теперь Рита копит деньги на обратный билет. Проживание в социальной гостинице бесплатное, но необходимо соблюдать правила. Запрет на любые вредные привычки, распорядок дня. Пока одни мамочки готовят на всех, другие следят за чистотой. За здоровьем постояльцев здесь следят строго. Новеньких без медсправок сначала заселяют в эту комнату, а уже после обследований их переселяют в общий блок. Волонтеры говорят, боятся не столько коронавируса, а сколько уже привычных болезней – туберкулеза или чесотки. Социальная гостиница рассчитана на 25 человек. Живут семьями, в комнатах двуспальные кровати, телевизор. Есть общий зал, кухня, санузлы. Здесь им оказывают не только психологическую, но и юридическую помощь. Бывают у нас такие ситуации, что они не могут правильно воспользоваться даже уже имеющимися у них правами, на какую-то часть жилплощади или еще что-то. Юристы оказывают им безвозмездно консультации, помогают в восстановлении документов. Иногда бывает, что приходят у нас беременные женщины без паспорта. Обратиться за помощью можно, позвонив по телефону или через официальный сайт. Но и самому центру сейчас тоже нужна поддержка. Продукты питания, коляски, одежду в основном приносят волонтеры. И сейчас центру остро необходимы зимние вещи для малышей и их мам. Екатерина Стывко, Алексей Зубила. Новости ОТС. И к этой минуте у меня все новости. Подписывайтесь на наш канал и смотрите сюжеты в социальной сети Инстаграм ОТС Нижнее Почеркивание ТВ. Для вас работал Александр Журбин. Всем удачи и до встречи. Смотрите эфир и архив записи телеканала ОТС в сервисе Пирс ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok